Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Беладха. Очень интересная глава, рассказывающая о миноре, рассказывающая о бунтах в пустыне, рассказывающая о блужданиях человека, которого Бог как бы поставил на дорогу, но он теперь хочет, чтобы его еще и несли. Кто-то из мудрецов сказал, что ни один ветер не будет попутным, если капитан корабля не знает, к какой гавани ему идти. История, которая рассказывается еще в этой недельной главе, это когда люди встали и вдруг сказали, вот помним, какие кабачки, арбузы, рыбу мы ели в Египте. Ничего не ели, их только убивали. Но вот знаете, вчерашний день кажется всегда тем, что намного лучше сегодняшнего. Это для тех, кто не понимает. Было такое местечко на Вардок, где функционировала известная Ишива. И там была популярна следующая притча. Ишипотник, ученик Ишивы, едет в телеги. О чем думает кучер, лошадь и сам пассажир? Ученик Ишивы думает о том, какие трактаты Талмуда он излучает будет в скором будущем. Он мечтает о том, как духовно возвыситься, как станет более праведным человеком. Кучер думает о заработке, которые приносят ему работа. Думает, его ждет семья, ему надо кормить ее. Он надеется, что Бог ему пошлет пропитание. А лошадь? Лошадь думает, что скоро день закончится. И она сможет вздремнуть на полу конюшни, предварительно полокомившись с сеном. И о чем она еще мечтает, наверное? Ну, наверное, о добром кучере, который меньше ее бить будет. Мораль этой притчи заключается в том, что чем выше в духовном смысле живое существо, тем утонченнее его мечты. Поэтому ученик стремится к знаниям, кучер, к деньгам, лошадь, к сену и отдыху. Вот кем мы хотим себя ощущать? Лошадьми, людьми или кучером? Нам надо об этом хорошо подумать. Конечный итог вообще всех наших действий всегда зависит от того, с какими намерениями мы приступаем к их реализации. Вот репортер как-то спросил одного известнейшего фермера, может ли тот поделиться секретом своей кукурузы, которая год за годом выигрывала все конкурсы по качеству. Фермер говорит, да, секретник, я раздаю всем своим соседям самые лучшие початки для засева. А зачем, удивился репортер, они же с вами участвуют в конкурсах. Видите ли, улыбнулся фермер, ветер переносит пыльцу с моих полей на поля соседей. И наоборот, если у соседей будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшаться. Если я сею хорошую кукурузу, я еще даю хорошую соседям, помогаю посеять такую же. Происходит совершенно иное. И так, каждый из нас, другое дело, что ухаживает по-разному, но это уже второй вопрос. Хужее происходит и в жизни людей. Тот, кто хочет быть успешным, должен заботиться о ближних и помогать им. Добиваться успеха должен не только он, а те, кто с ним. Кто хочет хорошо жить, должен помогать другим хорошо жить. Ну, хотя бы на какую-то часть. Потому что чем лучше люди вокруг живут, тебя самого, тем лучше и ты будешь живеть. Мы зависимы в этом мире, мы связаны. А когда, вот сейчас многие жалуются, когда хотят создать более совершенный мир. Я всегда много, вчера у тебя интересная беседа, ну возьмите, сделайте мир, во-первых. А во-вторых, почему Бог допускает то или иное? Любое конкретное вмешательство Бога в явном виде не только делает невозможным совершение зла, но и устраняет все остальные законы. Для того, чтобы быть хорошим, человек должен выбрать хорошее. Чтобы стать добрым, надо выбрать добро. Но выбор немыслим без свободы для человека. Человеку дана свобода выбирать между добром и злом, и это величайшая милость Бога. А человек вместо этого говорит, а почему вообще зло есть? Да потому что иначе мы были бы роботы. Потому что это одно из самых важных вещей, которые дал нам Бог. Просто выбирать надо правильно. В этой главе рассказывается о том, что вместо того, чтобы критиковать, надо попытаться найти свою дорогу. В 907 году в Германии улицы освещались газовыми фонарями. В сумерках можно было видеть, как фонарщики с такими длинными палками ходили. Касались как волшебной палочкой, заставляли фонари то оживать, то наоборот потухнуть. В это время жил один молодой человек. Он спросил однажды у Рэба Шлома Довбера, который оставился проездом в его городе. Рэба, а что такое хасид? И он ему ответил, что хасид это фонарщик. Фонарщик ходит по улицам с огнем на длинной палке. Он знает, что огонь принадлежит не только ему одному. И он ходит от фонаря к фонарю и зажигает их. Рэба, сказал молодой человек, но люди не фонари. Ты не видишь этого, сказал Шлома Довбер. Это потому, что ты не фонарщик. А как стать фонарщиком, спросил молодой человек. Начни с себя, сказал Рэббер. Человек добрый видит вокруг себя добро, а злой зло. Человек несущий свет видит возможность светить в других людях. А человек, который света не видит и не понимает, ему везде темно, всем не нравится и он всем недоволен. Это ущербность души и с ней надо бороться. Дай Бог, чтобы в наступающей неделе у всех было только, мы видели только хорошее и несли свет. Брахава и Атлаха.